решение, о котором по-прежнему находится на столе, стало бы действительно весомым фактором в плане обеспечения безопасности Армении. В отличие от ЕСовской миссии, которая продолжает демонстрировать свою полную неэффективность и выполнять задачи, которые далеки от заявленных, мы неоднократно об этом говорили. И также много вопросов поступает буквально каждый день относительно судьбы карабахских армян. Мы продолжаем предпринимать шаги по содействию Армении и карабахским армянам. Сегодня с утра в Ереван вылетел борт с ранее анонсированной нами гуманитарной помощью по линии правительства Российской Федерации. Груз объемом 40 тонн сформирован с учетом потребностей армянской страны, в нем и продукты, и теплая одежда. Учитывая, что были спекуляции на этот счет, давайте я все-таки конкретизирую. Речь идет об одеялах, о передвижной электростанции. И мы рассчитываем, что все это будет полезно, потому что, еще раз говорю, все это формировалось, исходя из заявленных нам потребностей. С 13 ноября, значит, третий этап распределения гуманитарного груза от благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки и доктора Лиза. Это бытовые электроприборы, теплые вещи. Мы приветствуем усилия армянской диаспоры в России. Финансовая помощь оказана многими региональными отделениями Союза Армян нашей страны, включая Амурская, Астраханская, Краснодарская, Курская, Омская, Псковская, Ростовская, Томская, Тульская. Армянская община Ивановской области отправила в республику порядка 40 тонн гуманитарного груза. Армяне из Таврополя 60 тонн. Совместно с местными службами занятости населения подготовлена база вакансий для трудоустройства, пребывающих на территории России. И, как вы знаете, юристы проводят бесплатные консультации по различным актуальным вопросам. И также были вопросы относительно публикации в западных СМИ, комментарии министра внутренних дел Литвы Белат Тайте с призывом принимать стату к расширению альянса демократических государств против выдвинутых России и Беларуси инициатив, рассмотрение которой планируется в ходе 91-й сессии Генассамблеи Интерпола в Вене. Оно состоится на следующей неделе. Ну, что я могу сказать, речь идет об очевидной политизации работы данного формата. И мы видим, что она навязана Западом, и она достигла такого уровня, что любые выдвигаемые в ее рамках предложения отвергаются не по их содержанию, а сугубо по национальному признаку. Подавающая суверенную возможность стран самостоятельно отстаивать национальные интересы в рамках участия в работе Генеральной Ассамблеи Интерпола. Напомню, это высший орган принятия решения организации. Принесение такой русофобской повестки дня профессиональной деятельности и создания политической коалиции противоречит принципам Интерпола, так как статьей 3 его устава предусмотрено, что организации строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Ну, вот мы же видим, к чему приводят сиюминутные политические интересы, когда они ставятся выше обязательств внутри Интерпола, и тем самым западные страны группы попирают незыблемые основы международного сотрудничества в этой сфере. Вы знаете, но ровно аналогичную ситуацию мы видим в другой сфере. Вот я сейчас говорила о сотрудничестве полиции во всем мире, а вот теперь спорт. Посмотрите. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о построении более мирной и счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов. Это так называется резолюция. Эта резолюция традиционная, она принимается перед проведением олимпийских игр, в которой должна отражаться объединяющая, примеряющая роль спорта. В этом году автором резолюции выступила Франция как страна, которая принимает у себя в 2024 году в Париже летнюю Олимпиаду. Россия всецело разделяет основные постулаты этой инициативы и традиционно выступала в поддержку таких резолюций. Но теперь давайте посмотрим, что произошло с проектом документов в этом году. Авторы проекта, к сожалению, решили пойти в очередной раз к конфронтационному пути и закрепить в документе Генеральной Ассамблеи ООН откровенно дискриминационные формулировки, которые идут вразрез с общепринятой трактовкой спорта как действенного инструмента укрепления сполоченности, утверждение универсальных ценностей, преодоление расовых и политических барьеров, а также борьбы с предубеждениями, предрассудками и дискриминацией. Мы глубоко убеждены, что подлинная роль Олимпийских игр заключается в объединении наций, в объединении народов, в снижении напряженности, особенно в период конфликтов, через которые не раз проходили международные отношения. Именно этим обуславливается важность открытости и доступности площадки Олимпийских игр для всех без исключения, невзирая на национальность, этническую принадлежность, политические убеждения, религию и так далее. Универсальное право на участие в культурной жизни защищается международным правом и включает в себя право на участие в спорте. Однако, и мы сейчас переходим к сути того, что было сделано авторами этой резолюции, они, видимо, придерживаются иного мнения и включили в текст резолюции положение, фактически поощряющее незаконные и дискриминационные решения Международного Олимпийского комитета и Международного Паралимпийского комитета в отношении отстранения российских спортсменов от международных спортивных соревнований. Мы уже говорили, если начинаются двойные стандарты, стандарты заканчиваются. Сегрегация по национальному признаку, вот как это называется. И они проявлены руководством Международного Олимпийского комитета, который выступил локомотивом антироссийских спортивных станций. И все это, конечно, представляет собой выпиющее нарушение базовых прав человека. Международное олимпийское сообщество обязано соблюдать олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека. А они запрещают дискриминацию, в том числе, в том, что касается допуска к занятиям спортом, отражено в принципе четыре олимпийской хартии. Наша страна, проявив конструктивный настрой, выступила с предложением включить в текст проекта резолюции «Общее положение о запрете дискриминации в спорте», согласно которому государственным и организациям был обращен призыв по поощрению равных возможностей для участия всех атлетов в спортивных соревнованиях без дискриминации любого рода. Такой, как дискриминация на основе расы, языка, религии, политических или иных мнений, национального или социального происхождения, месторождения и иного статуса. Однако эта поправка не была принята во внимание. В итоге в тексте резолюции не упомянуты принципы равноправного, неполитизированного доступа к спортивному движению и запрет дискриминации. И потому не отражающие базовые олимпийские и паралимпийские ценности. И с таким подходом, конечно, мы согласиться не можем. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, наша страна открыта для спортивного взаимодействия на основе принципов равенства, не дискриминации, в соответствии с духом и принципами олимпизма. И мы выступаем за честные и справедливые соревнования, за обеспечение всем, без исключения странам, равного доступа для полноформатного участия в олимпийском и паралимпийском движениях. Мы будем продолжать проводить и участвовать в международных состязаниях, организуемых на таких принципах. В следующем году, напомню, в нашей стране пройдет ряд крупных соревнований, как, например, Игры будущего, Игры БРИКС, Всемирные игры дружбы. Еще раз хотел бы подчеркнуть, эти мероприятия, эти спортивные мероприятия будут организованы на этих самых принципах олимпизма, которые мы всегда отстаиваем. Вот просто еще один пример того, как политизация, а на самом деле это сегрегация по национальному признаку, вмешивается в профессиональную среду и полностью уничтожает такие-либо стандарты. Но вот мы говорили сегодня немало о вмешательстве, и в том числе вмешательстве США в дела суверенных государств, к чему это приводит. Вот еще один пример. Бангладеш. Как вы знаете, об этом немало писалось и говорилось. США, союзники, оказывали влияние на внутреполитические процессы в этой стране под предлогом обеспечения прозрачности и инклюзивности предстоящих там парламентских выборов. Ну, понимаете, да, где США, где Бангладеш. Вот сегодня хотелось бы вновь вернуться к этой теме. Как стало известно, в конце октября посол США Бангладеш Питер Хаас в ходе встречи с одним из высокопоставленных представителей местной оппозиции обсуждал с ним планы по организации массовых антиправительных выступлений в стране пребывания. В частности, от лица посольств США, Британии, Австралии и еще нескольких государств американец обещал собеседнику информационную поддержку в случае применения властями силы по отношению к участникам мирных демонстраций. Мы же это все видели 10 лет назад, это же сработало. Мы же помним, как замгоссекретаря раздавал булочки, именно булочки, мэм пошел про печеньки, но это были булочки. Как откуда-то взялись буквально миллионные, изданные миллионными тиражами, листовки, майки, шарфики, флаги и флажки, другая символика, как подвозилась еда в огромных количествах. Абсолютно бесплатно, лишь бы только люди оставались на площадях, лишь бы только они выступали в незаконных акциях, как они говорили, протеста на самом деле, антиконституционного переворота и так далее, и так далее. Ведь кто-то же это все делал, и это делали в ходе Первого Майдана и в ходе, так называемого, Второго Майдана. Откуда были эти средства? Вот сейчас, даже на примере Бангладеш, понятно, как это все работает. Как можно эти действия американского посла Бангладеша расценить? А не иначе, как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства со стороны Вашингтона и его сателлитов, демонстрирующая откровенное пренебрежение нормами и правилами, которые закреплены в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Своей стороны, не подвергаем сомнению способность властей Бангладеш самостоятельно, без помощи заокеанских, так называемых, доброжелателей, провести намеченные на 7 января 24-го года парламентские выборы в полном соответствии с национальным законодательством. Ну и вот еще об этом жутком, страшном, разъедающем закон и законность лицемерии, двойной стандартизации, убийстве права. Я хотел бы сказать о влиянии антироссийских санкций на глобальную продовольственную безопасность. Но ведь мы полтора года слышали буквально из всех западных СМИ слово «продовольственная безопасность угрожает всему миру, нужно что-то делать», ну и так далее, и так далее. Какая колоссальная была развернута пиар-компания на этот счет. Вот теперь посмотрим, а что действительно угрожает этой самой продовольственной безопасности. Евросоюз целенаправленно пытается подорвать позиции России как ведущего для мировых рынков производителя агропродукции и удобрений. Массированные антироссийские рестрикции напрямую затрагивают производство этих товаров в России. Они создали целый ряд ограничений для их экспортных поставок, невзирая на то, что данная продукция имеет ключевое значение для глобальной продовольственной безопасности. Одна из главных целей – изолировать нашу экономику, нанести ей максимальный ущерб, несмотря на неминуемые последствия для мировой экономики и издержки для других стран. Но о какой продовольственной безопасности глобального масштаба может идти речь, когда на кону, опять же, вопрос о реализации русофобии. Введенные ограничения стали причиной трудности у крупнейших российских экспортеров с доставкой избыта продукции на международных рынках. Напомню, что крупнейшие российские банки, в том числе и Росфельхозбанк, в списке запрещенных к возру в нашу страну товарных позиций ходят как комплектующие, так и агротехника. Вот, честно говоря, вызывает удивление тот факт, что тракторы попадают под категорию товаров двойного назначения, а бензиновые двигатели, не смейтесь, пожалуйста, в категорию предметов роскоши. Российские санкции создают еще больше риски в сфере глобальной продовольственной безопасности. Однако в ответ на наши призывы Евросоюз лишь продолжает ужесточать порядок применения санкций. Запрет на транзит из России, предназначенных для третьих стран сельхозтоваров, изъезд наносит прямой удар по агропромышленному комплексу других стран. Согласно озвученным требованиям Еврокомиссии в адрес эконом-операторов, им следует проявить, понимаете, особую осмотрительность в избежании обхода России экспортных ограничений. О чем это говорит? Да лишь о том, что продовольственная безопасность других не входит в интересы Евросоюза. То есть это вредительство мирового масштаба, то, чем занимается Евросоюз, вводя санкции против России, затрагивающей как раз продовольствие. На деле Брюссель продолжает наносить ущерб не только сельхозотрасли третьих стран, но и самим государством, членам Евросоюза. В 2023 году уровень продовольственной инфляции въезд до сих своего исторического максимума. Снижена покупательная способность домохозяйств. По данным Евростата, это их статистика, цены на продукты питания в марте были на 19% выше аналогичного показателя в прошлом году. В Европарламенте, видите, говорят о фактической 40% инфляции в отдельных странах Евросоюза. На заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству, которое прошло в период с 23 по 24 октября в Люксембурге, Еврокомиссия была вынуждена признать общее снижение темпов экономического роста и производительности агросектора Европейского Союза, сокращение объемов и ухудшение качества агропродукции, отрицательную динамику производства удобрений, а также риски негативного влияния стратегических планов ЕС в рамках общей сельскохозяйственной политики на ЕСовской аграрный сектор в целом. Ожидается сокращение производства зерновых, особенно кукурузы, минус 13%, фичмени, а минус 7%, продукции живоноводства, оливкового масла, вина, фруктов, а также экспорта данных товаров в 23-24 секвозгоду. И в этой связи не остается сомнений, что вывоз Брюсселем украинского продовольствия направлен не на благо миллионов нуждающихся по всему миру, о чем столько мы слышали и смотрели репортажи, а на получение дешевого агросырья для собственных нужд. То есть это просто компенсация дефицита отдельных товаров, ну в частности это касается подсолнечного масла, пшеницы, сои и так далее. Ну и в том числе для борьбы с рекордной продовольственной инфляцией внутри ЕС, а также для дальнейшего обогащения за счет экспортной продукции переработки. Ну это касается муки и другой продукции перемола. Но даже этот план себя не оправдывает. ЕСовские аграрии балансируют на грани банкротства из-за увеличения стоимости сельхозпроизводства и роста объемов импорта дешевого продовольствия с Украины. Вот по данным опять же той же самой Еврокомиссии, по состоянию на конец октября, объемы экспортных поставок мягкой пшеницы ЕС в третьей стране снизились на 24%, ну с 12,5 до 9,5 миллионов тонн. Твердой пшеницы на 84%. Но для них это лишь издержки, ведь главное препятствовать экспорту на глобальной рынке российских сельхозтоваров и удобрений. Вот в чем суть, понимаете? Не себя даже укрепить, не собственная прибыль. Нам нанести, как они говорят, стратегическое поражение по всем фронтам, а для этого тут уже не только уши можно назло отморозить, по-моему, до главных органов уже добрались. При этом еврочиновники заявляют об отсутствии проблем в аграрном секторе и старательно пытаются показать многочисленные усилия Брюсселя по борьбе с глобальным продовольственным кризисом. Ну вот, понимаете, ведь это же их данные, и не нужно быть большим специалистом, чтобы их сопоставить. Еще одна тема про, я даже не знаю, какое-то тотальное, тотальное уничтожение всех тех ценностей, над которыми не дышал Запад. Вот 8 сентября было обнародовано открытое обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к правительству Германии с призывом распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, осуществляемые германскими властями в адрес блокадников-евреев, на всех ныне здравствующих блокадников, вне зависимости от их национальной принадлежности. Ну, вы только вдумайтесь. То есть люди, которые прошли блокаду, говорят о том, что если правительство Германии компенсирует или выплачивает какие-то дополнительные компенсации, чтобы они не занимались, опять же, простите, как они занимались исторически, сегрегацией по национальному признаку. Понимаете, сегрегация, она и есть сегрегация. И вроде она была осуждена. И вроде мы прошли уже тот этап, когда у кого-то были какие-то сомнения в этом плане. А сегрегация по национальному признаку — это просто вещь чудовищная, потому что она стала причиной самых кровавых событий в истории нашей цивилизации, в истории новой. Вот этот текст обращения был передан по дипломатическим каналам, также ведомства федерального канцлера ФРГ. Что вы думаете, ответила германская сторона. Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу, а с нашей точки зрения эта просьба как минимум морально обоснованная. Так вот, они уведомили нас, что они не планируют удовлетворять просьбу блокадников нееврейской национальности. Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутые урегулирования данного вопроса путем выплат Германии и репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Не может в принципе быть никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость. Минроссия полностью поддерживает их в этом. Позиция, занятая властями ФРГ в отношении блокадников нееврейской национальности, представляется откровенно вопиющей на фоне параллельно осуществляемой германским государством на протяжении десятилетий социальных выплат граждан Германии, проходивших в период Второй мировой войны службу в войсках СС, а также граждан других государств, которые сотрудничали с нацистским Третьим рейхом, включая участников коллаборационистских вооруженных формирований, причастных к блокаде Ленинграда. Где-нибудь, кто-нибудь, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, кто еще? Современное издание, только что возникло, которое возникло, политика. Где все, где Рейтер, где Блумберг? Почему вы этого не видите? Это же вопиющий пример. Не просто отхода, а попрания всего того, что связано с правами человека, моралью, нравственностью. Блокад Ленинграда стал одним из самых зверских, чудовищных актов, целенаправленно осуществляхшихся Третьим рейхом в рамках геноцида многонационального народа Советского Союза. Мы настоятельно требуем от германских властей проявить ответственный подход и элементарную порядочность, просто не вываливаться за рамки общепринятых моральных норм. И признать этот неопровержимый исторический факт, услышать обращения оставшихся в живых, немногочисленных блокадников и достойно отреагировать на них. Это такой позор. Вы понимаете, это же... Когда ты занимаешься этим вопросом, мы занимались долго, вы помните, наверное, публикации, которые мы делали, комментарии, и ведь мы долгое время пытались этот вопрос не выносить в информационное пространство, и решали его кулуарно с германской стороной, полагая, что это просто какое-то недопонимание. Но когда озвучиваешь эти вещи, задаешься вопросом, а как можно на них не рефлексировать, вот как у них это получается. Как получается у всей мировой прессы это все не замечать. А тут вариантов, видимо, нет, потому что если они заметят, то рассыпется все, все, что многие годы они формировали в виде имиджа так называемого просвещенного Запада. Еще одна тема, о которой я хотела бы сказать. Тоже были вопросы относительно итогов участия российской делегации в саммите-форума АТЭС 15-17 ноября в Сан-Франциско. Ну, как вы знаете, по причине президента нашей страны и официальную делегацию возгласили представителя правительства Алексея Верчук. Мероприятие на уровне лидеров подвело черту под годичным переговорным процессом. Он включал порядка 10 министерских встреч, различных специализированных конференций, регулярных консультаций старших должностных лиц. Первостепенный интерес был прикован к наиболее острым современным вызовам, способным подорвать устойчивый экономический рост и привести к фрагментации мирохозяйственной системы. Предметом ключа были рассмотрены возможности ускорения цифровой трансформации, повышения качества энергетических перспектив, борьба с бедностью, голодом, безработицей, в том числе посредством развития малого и среднего предпринимательства, удаленных территорий, внедрения новых технологий. Отдельные, наносящие эпизодический характер попытки насытить дискуссию конфронтационным сюжетом в различных сферах, по сути, встречали широкое отторжение, мы об этом говорили. Многими экономиками, в частности России и дружественными партнерами, при этом отмечалась необходимость положить конец страданиям и столкновениям на Ближнем Востоке. Мы сожалеем о том, что эти озабоченности не были услышаны, а то и наоборот игнорировали США и их сателлитами. Со своей стороны подробно изложили планы и текущие достижения в развитии торговых и инвестиционных экономических контактов с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. Трудно рассказали о предпринимаемых России усилиях по развитию транспортно-логистического потенциала, наращивании технологической базы, производственных мощностей высокого передела. Вновь привлекли внимание к вопросам выстраивания большого евразийского партнерства. Саммит завершился принятием консенсусной декларации, и в отличие от прошлого года она имеет сугубо экономический характер и концентрируется на конкретных практических задачах, без принесения выходящих за рамки мандата АТС геополитических сюжетов. Тех документов размещен на сайте президента Российской Федерации. Мы продолжим активно работать на площадках АТС, укрепляя во взаимодействии с дружескими нам партнерами статус формы в качестве ключевой платформы для обсуждения модальности и новых идей по развитию экономического сотрудничества и интеграции ВТР. Еще одна историческая тема. 19 ноября 1941 года был подписан приказ об организации автотрактной дороги через Ладожское озеро для снабжения осажденного фашистами Ленинграда. И уже 22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера пошли первые грузовики. К обеспечению движения в ледовой трассе были привлечены армейские части, авиация, флот. Ученые из Ленинградского физико-технического института на основе научных разработок сформулировали правила прохождения колонн с грузом. Ленинградские метеорологи регулярно анализировали состояние дороги. Сотрудники института Наум Рейнов изобрел специальный прибор, который назывался прогибограф. Он финансировал колебания ледяной поверхности. Вот все силы были брошены со всех направлений. Еще раз подчеркну, армия, флот, наука. Для того, чтобы поддерживать регулярное автомобильное движение даже при толщине льда всего, вы только вдумайтесь, 10 сантиметров. Речь идет не о прогулках или пеших переходах по этому направлению. Речь идет об автоколоннах. В целом, за самую страшную блокадную зиму, в период 1941-1942 годов, в Ленинград был доставлен 361 тысяча тонн груза, в том числе военных. Вывезены полмиллиона людей. Город продолжал давать стране оборонную продукцию. Ленинградские заводы в условиях блокады производили минометы, артиллерийские орудия, снаряды. По льду переправлялись даже тяжелые танки. В январе 1943-го в результате операции «Искр» советские войска отбили Шлиссенбург и часть южного побережья Ладожского озера. На освобожденной территории сразу же было организовано железнодорожное и автомобильное сообщение. Но дорога жизни продолжала функционировать, внося значительный вклад в окончательный прорыв блокады Ленинграда. И после вот этого всего германское правительство что-то такое пытается изобрести для того, чтобы сказать, что русские и представители других национальностей, не относящиеся к евреям, не достойны получить эту самую компенсацию. 25 ноября исполняется 50 лет с начала участия Советского Союза и его правопродолжать для Российской Федерации в операциях ООН по поддержанию мира. То самое миротворчество. Ровно полвека назад 36 советских офицеров в качестве военных наблюдателей были направлены в органы ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия для содействия и прекращения военных действий в Палестине. Миротворчество ООН напомнит уникальный инструмент по разрешению кризисов, которые угрожают международному миру и безопасности. Наиболее осязаемое и благородное проявление коллективной, примирительной воли мирового сообщества. Благодаря самоотверженному служению голубых кассок удавалось остановить огонь в критические моменты, тем самым создавая условия для мирных процессов. Именно это в конечном счете спасает бесценные человеческие жизни. Россия на сегодняшний день занимает достойное место в миротворческих усилиях всемирной организации. Мы входим в десятку крупнейших платежников бюджета ООН по поддержанию мира. Более 70 российских миротворцев служат в качестве военных наблюдателей, штабных офицеров и полицейских в семи миссиях. ЦАР, ДРК, на Кипре, в Южном Судане, в Западной Сахаре, на Ближнем Востоке, в обеих учебных центрах Министерства обороны и Министерства внутренних дел нашей страны. По сертифицированным секретарным программам готовятся как российские, так и иностранные миротворцы. В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН Россия принимает конструктивное участие в разработке резолюции об учреждении, продлении и сворачивании миротворческих миссий. Следит за тем, чтобы законные озабоченности принимающих государств учитывались, а мандаты были достижимы и соответствовали меняющейся на земле обстановке. Мы занимаем активную позицию в специальном комитете Генассамблеи ООН по миротворчеству, где на консенсусной основе принимаются решения по общим параметрам развития данной деятельности ООН. В 50-летие участия России в миротворческих операциях ООН приручена выставка «Советские и российские миротворцы. 50 лет на Страже мира. 73-23». Она пройдет в музее военной формы вперед с 22 ноября по 28 декабря 2023 года. На выставке будут представлены предметы обмундирования, снаряжения, награды, фотографии советских и российских миротворцев. Послужили основой как частные собрания, так и принадлежащие ветеранам, военным наблюдателям ООН предметы. Сегодня вечером выставка откроется в 17.00. Я приглашаю присоединить средства массовой информации и всех интересующихся посетить вернисаж и открытие. Информация будет доступна в текстовой версии брифинга. Напомню, это улица Большая, Никитская, 46-17, строение 1. Для аккредитации нужно будет пройти по ссылке, она будет также в тексте брифинга. Кроме того, в Санкт-Петербурге в начале декабря на базе факультета международных отношений состоится премьера документального фильма «Нота доверия о судьбе советских и российских женщин в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций». И очень важная еще одна и дата, и историческая тема. 26 ноября исполняется 55 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеи ООН Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Этот международный договор был принят на основе передовых наработок Нюрненбергского и Токийского трибунала, о которых мы говорили на прошлой неделе.